Здравствуйте всем! Мы уже, как вы видите, начали. Приветствую вас на очередной встрече экспертно-аналитического клуба. В общем, сегодня мы планировали поговорить о безопасности проведения избирательной кампании в связи с пандемией COVID-19, но вообще в связи с последними заявлениями и вообще развитием избирательной кампании, наверное, в целом, возможно, у нас в целом получится поговорить про безопасность у всяческих кампаний избирателей. Ну, еще раз прошу наших гостей на время того, как будут говорить спикеры, выключить свои микрофоны. Это можно сделать слева внизу на вашем компьютере. Встреча у нас записывается, мы планируем ее выложить в открытый доступ, но при этом правило chat em house rule. у нас никуда не делось, оно не отменилось, но просто если вы хотите сказать что-либо, если вы хотите сказать что-либо, и вы не хотите, чтобы вас цитировали, и вы не хотите, чтобы это зашло в... чтобы это вошло в запись, то, пожалуйста, перед репликой такой скажите об этом, и мы запись поставим на паузу, ну и все участники дискуссии будут знать, что вас цитировать с этой репликой не надо. Ну, вот, наверное, вступительное слово все. Я передаю вот сегодня, сегодня мой сон-модератор Вадим Можейко, передаю ему слово, и мы начинаем. Да, спасибо, действительно, всем еще раз добрый день. Изначально, когда мы планировали дискуссию, действительно, основная тема у нас была, в общем, и остается, это, конечно, выборы во время эпидемии, потому что сейчас, когда компания уже запустилась, уже слишком много были свежих новостей, но, в принципе, когда даты выборов только назначают уже почти месяц назад, действительно назначили выборы раньше, чем многие могли подумать, и в то же время эпидемия, очевидно, задала какую-то специфическую рамку компании, я думаю, даже те люди, которые далеко не первые уже выборы в Беларуси, есть какая-то особенность, как ввести в таких условиях репетации, как в таких условиях собрать подписи, и, в принципе, мы видели, что Центр избирком никакой помощи кандидатам не оказал, а только, наоборот, ввели какие-то дополнительные ограничения, требования ходить в масках, перчатках, угрозу выносить предупреждение и снимать с регистрацией, если с этим будет что-то не так. Но, конечно, компания, которые все наблюдатели подмещали, развивается очень активно, и мы видим, что в последние дни вот один из вопросов, который мы хотели обсудить, вопрос, связанный с обеспечением безопасности, он, конечно, расширяется, потому что, когда этот план писался, еще не думали, что безопасность, это в том числе то, что произошло с Сергеем Тихановским, то, что происходит прямо сейчас с кандидатом протеста, зарегистрированным непомнящим, которого тоже сегодня задержали. Поэтому мы видим, что обеспечение безопасности, конечно, вопрос шире, ну, действительно, давайте сначала я хотел бы представить наших гостей и немножко сказать об этом. Мы приглашали представителей альтернативных штабов, штабов альтернативных кандидатов. Мы, в принципе, направляли приглашение всем тем, кто активно идет в компанию и, в принципе, планирует сдавать подписи к центру сборком, ну, потому что, например, если проговорить про Леса Таболича, то, конечно, во время эпидемии это очень интересно, ноу-хау, собрать подписи онлайн через какую-то форму. Это, конечно, решает многие эпидемические проблемы, но понятно, что если ты планируешь регистрироваться кандидатом, то этот ноу-хау ничем особенно не поможет. Ну, и также мы еще поговорим подробнее сегодня с Виктором Нечеревичем, который представляет штаб Юрия Губаревича, который, как я понимаю, все еще не планирует сдавать подписи в ЦИК, но, тем не менее, очень активно использует тему эпидемии в своей компании, поэтому тоже было бы странно об этом не поговорить. И в то же время мы с пониманием относимся к тем представителям, к тех кандидатам, которые не смогли принять сегодня участие. Мы понимаем, что компания напряженная, если все заняты, то это же бывает, но, может быть, потом это отдельно обсуждено. И сегодня с нами на связи Сергей Возняк, глава штаба Андрея Дмитриева. Сергей, добрый день. Пока у Сергея выключен микрофон. Я надеюсь, Сергей это видит, что у него выключено, потом сможет проявить, когда будет говорить. У нас на связи Николай Лысенко, глава штаба Сергея Щеречня. Привет. Привет. На связи Виктор Ильич Иревич, как я уже сказал, глава штаба Юрия Говоревича. Доброго дня. И также Илья Добротвор, который представляет штаб Валерия Цепкал. Добрый день. Привет. Да. И поэтому давайте начнем. Можем, в любом порядке. Начнем с нашего сегодня первого базового вопроса. понятно, что эпидемия повлияла на компанию, повлияла на коммуникацию, повлияла на сбор подписей. В принципе, как именно эпидемия повлияла именно на компанию вашего кандидата, как изменила подходы к сбору подписей, что вы стали делать действительно иначе, и насколько вообще это влияние заметно по сравнению с предыдущими компаниями. Ну, потому что, в принципе, собрались те, кто руководство штаба или составление кандидата, те, кто уже имеет достаточно серьезный политический опыт. Это для кого, в общем, не первая компания. Давайте начнем в любом порядке. Кто готов? Сергей, Виктор, и я, Николай. Я готов. Можно начинать, да? Начинать, да. Ну, то есть, компания, компания начиналась с самого начала сбора подписей. Проблема эпидемии, она как раз находилась на пике еще. Поэтому некоторые кандидаты отказались от пикетов и говорили, что мы будем там только собирать оффлайн, там как-то, ну, онлайн какие-то способы. Мы тоже рассматривали этот вариант, но пока как бы все равно остались классические схемы сбора подписей. То есть, это пикет и поквартирный обход. Мы обеспечили дополнительные материалы, то есть, добавилось то, что надо давать сборщикам. Ну, это что же плюс? Можно вот брендировать, допустим. Вот мы разработали такую масочку «Будь здоров!» потом, наверное, все-таки в первое тоже немножко были неподготовлены, и вот эти вот маски. Со сборщиками очень трудно разговаривать, чтобы они на низовом уровне одевали маски, там, перчатки. Многие устали от этой проблемы. Уже она выходит вниз, то есть, ну, выходит в тираж, по большому счету. Люди устали бояться. И не только власти, да, устали бояться. Они устали бояться этого вируса. они хотят чего-то лучшего, хотят перемен. Мы, конечно, учитываем, поэтому, если вы заметили, наш кандидат, он ездит без маски, то есть, он общается с людьми без маски, не прячется. Вот. И эту тему, в принципе, мы не делали ключевой для компании, просто потому, что, ну, наверное, это такая проблема, которая общемировая и не находится в... То есть, мы не можем решить, наш кандидат не придет, не щелкнет пальцем, и вирус исчезнет. Нет. А дальше немножко я хочу коснуться вот этого вот репрессии, то есть, ну, одной из особенностей компании. Вначале подписывались гораздо хуже, но арест Тихановского, то есть, такое значимое событие, оно повлияло на то, что люди начали сами искать пикеты, приходить, подписываться, и у нас стоит, в принципе, у нас достаточно много пикетов в городе, и у нас стоят очереди, ну, везде. Вот. Ну, это вот кратко-кратко, то, что произошло, ну, то, что я бы отметил в процессе сбора подписей на этой компании. У нас мало, мало активистов, как бы, членов инициативной группы не 10 тысяч, но у нас достаточно много специалистов, у нас практически вся группа рабочая. Ну, в принципе, все, давайте, чтобы не затягивать час, тоже, может, коротко все выскажутся. Да, давайте продолжать, тогда я, спасибо. Следующий, следующий готов? Николай, Сергей? Да, все готовы, ты, Вадим, просто давай слово получишь. вот давай, вот, чтобы не встревать. А у нас же понимаешь, когда демократический принцип, хорошо видно, кто готов, ну, вот ты сказал, поэтому давай, все продолжим. Я так думаю, как раз быть вполне на контрасте, потому что как раз в компании Юрия Губаревича как раз эпидемия, по-моему, чуть ли не ключевой элемент коммуникации, насколько я вижу. Ну, видимо, да, так сложилось, что коронавирус, эпидемия COVID-19, она серьезно повлияла на текущую избирательную кампанию и даже не только на саму избирательную кампанию, но и на то, что было до начала избирательной кампании. Я имею в виду кампанию Primaries, кампанию по попытке избрания единого кандидата от оппозиции, единого кандидата в президенты. Даже уже на этапе вот этом пришлось вносить корректировки в тот план, который был заранее разработан, сворачивать мероприятия, связанные с массовыми сборами людей в оффлайне и переходить к мероприятиям в онлайн, в интернете. Ну, и так сложилось, что вот с течением этих обстоятельств, коронавирус, вмешательство власти и решение, которое приняло власть, оно не позволило довести компанию Primaries до генца и выйти на единого кандидата. Поэтому было принято решение выдвигаться всем претендентам, которые участвовали в компании Primaries, регистрировать свои инициативные группы, но с учетом того, что мы уже во время Primaries приняли решение о том, что не будем рисковать здоровьем граждан, не будем подставлять их под опасность заражения, не будем проводить массовые мероприятия, собирать людей в помещениях или на открытом воздухе, поэтому этой же линии мы придерживались и принимая решение об участии в избирательной кампании. Поэтому мы не нацеливались изначально на сбор 100 тысяч подписей, потому что мы понимали, что в условиях пандемии невозможна полноценная реализация избирательных прав граждан. Мы выступаем за ответственную политику и поэтому решили, что будем проводить информационную кампанию. Информационную кампанию, нацеленную на информирование граждан о проблеме COVID-19, о ситуации с этой проблемой в Беларуси, о замалчивании властью реальной ситуации, реальных цифр зараженных и реальной ситуации того, что происходит в городах Беларуси. Этим мы, собственно говоря, и занимаемся. Подписи за выдвижение Юрия Губаревича кандидатом в президенты собираем минимально, только для того, чтобы иметь легальное обоснование нашего присутствия на улицах и на пикетах, чтобы у власти не было возможности применять в отношении участников наших пикетов репрессий. Поэтому вывод такой, что пандемия коронавируса существенно повлияла на данную избирательную кампанию, она повлияла на решение штабов кандидатов, она повлияла на состояние общества, она повлияла на состояние на рейтинг действующей власти. Безусловно, я думаю, про состояние общества мы действительно еще дальше поговорим. Кстати, хотел уточнить, поскольку действительно вы не планируете сдавать подписи в ЦИК, поэтому нигде в медиа и не проходит сколько собрали, зачем вы спрашиваете, но просто ради интереса, вот есть какая-то внутренняя статистика, собирая просто для проформы на пикетах, сколько за все время собрали, тысячу, пять тысяч? Лично я сам подписал немного, 15 человек или 16, у меня два бланка, один полностью выполнен, во втором второй начал, но действительно у нас не стоит цель собирать подписи именно за выдвижение, у нас идет компания по сбору подписей под петициями, по доступу к информации, ряд петиций запущено по реформам, по проектам реформы, под ними собираем подписи, это считаем на данном этапе гораздо важнее, плюс к этому мы собираем подписи, что для нас кажется наиболее важным и перейдет в следующий этап этой избирательной кампании, мы собираем подписи данных людей, готовых выдвигаться членами в избирательной комиссии и в наблюдателях, потому что мы считаем, что явки на этих выборах не будет и вот этот факт нужно будет зафиксировать, зафиксировать его можно только масштабным наблюдением на избирательных участках. Ну да, спасибо, действительно, это тоже интересная тема про наблюдение, как оно будет организовываться, наверное, может быть даже для каких-то одной из будущих наших дискуссий, потому что это всегда важная вещь, ну окей, раз уж мы по старшинству не начали, тогда будем по старшинству наоборот заканчивать, тогда, Николай, как продвигается, как у вас, как повлияла компания по, как повлияла вся ситуация с эпидемией на компанию Сергея Черечня, я так понимаю, во сколько вы подписи собираете, то приходится как-то активно с этим взаимодействовать. Да, добрый день всем участникам сегодняшнего мероприятия представлю еще раз Лысенков Николай, начальник штаба Сергея Черечня. Мы составляли свою программу еще зимой, в январе, в феврале месяце, в планах было изначально обход, основную массу подписей планировали собрать при обходе от двери к двери, но пандемия внесла свои корректировки, и вот сегодня я нахожусь на пикете, на котором действительно стоит очередь, да, и по 50 подписей с одной точки в час мы записываем. Сегодня вот уже вышли на уровень 5-7 тысяч подписей в день мы собираем. Именно в основном это пикеты, даже не обхода двери к двери. А обхода двери к двери у нас идет активно в малых городах, где не квартиры, а частные дома. Вот по частным домам, по деревнях, маленьких городах это работает. В квартирах нет такой отдачи, к сожалению. Да, на сегодняшний день у нас собрано уже более 60 тысяч подписей, вот точные данные были у нас на конец среды, 52,5 тысячи. Ну, сейчас не подбивали, но видим, что не меньше 5 тысяч мы каждый день собираем под те темпы, которые вот сейчас набрали. Ну, хорошо, а именно помимо того, что вместо того, чтобы собирать по домам, идет больше сбор на пикетах, помимо этого, как повлияла в принципе эпидемия и насколько она изменила компанию? В том числе возможно коммуникационной стратегии? Как я сказал, планировали основной сбор проводить от двери к двери, но погода позволяет, в частности сегодня, собирать на пикетах и люди очень активно именно приходят подписываться, но в очередь выстраиваться все равно за кого, лишь бы не за одного человека. Вот сегодня я нахожусь здесь, и у нас пикет проводят. Мы свою палатку поставили от партии «Громода» за Сергея Черечня, и в этой же палатке у нас еще четыре представителя других кандидатов сидят. То есть в пять рук пишут людей, и очередь я с конца не вижу. И мы считали, 50-60 подписей в час у нас выходит с одного пикета. А таких пикетов у нас сегодня, по-моему, 27 штук по республике. Понятно, понятно, спасибо. Ну хорошо, тогда, как говорится, лазбат, ност-лист. Сергей Возняк, насколько коронавирус изменил компанию Андрея Дмитриева, или все идет как было задумано вообще без изменений? Нет, все идет не так, как было задумано. Для меня большой неожиданностью стало, что эпидемия никак изменила поведение избирателей. Вот просто никак. Я сравниваю с 2015 годом, с годом, и если люди отказываются отдавать подпись, встречаться с членами инициативы, не открывают квартиру, то мотивация прежняя. Они там не верят в честное и все надоело, не нравится ни при скандидании. Очень редкие бывают случаи, когда наши члены инициативной группы докладывают, что вот меня не пустили в квартиру, потому что боятся коронавируса. Это практически нет, это для меня удивление. Люди, одев маски, считают, что они уже защищены и смело подходят к пикетам, пикеты действительно дают много подписей, о чем говорили мои коллеги, это просто могу подтвердить. Конечно, эпидемия изменила поведение кандидатов, ну и нашего штаба в частности. Все-таки мы предполагали, что люди не будут открывать двери, это была наша ошибка, оказалось, что ничего удобного, открывают копипрение, но мы сделали два главных инструмента, для себя определили два главных инструмента для первого инструмента пикеты, а ход верификации мы заменили заявками избирателей. Вы, наверное, видели в интернете, мы там достаточно активно пропагандируем, там человек может зайти в гугл таблицу, записать заявку, он может прислать нам смс-ку на наш штабной телефон, он может в социальных сетях написать придите, я хочу дать подпись, также мы работаем с базой своих сторонников, у нас просто люди сидят, обзванивают людей, чьи у нас из телефона, мы накапливали за эти последние 5-10 лет, что организация работает, и каждая сотня заявок дает нам примерно 251 в подпись, то есть мы сейчас не мы идем к избирателю, а избиратели говорит, придите пожалуйста ко мне, там я, члены моей семьи, может быть соседи какие-то дадут вам подпись, ну и в команде оказались у нас ковид-диссиденты, мы не заставили по квартирам но ковид-диссиденты, которые не боятся коронавируса, и сами приходят, собирают в классическом ванте, который мы даже не планировали, вот, ну и то, что сказал в самом начале Илья Доборотвор, конечно, стало легче собирать подписи после этого глупого наезда власти на команду Тихановского, вот, если первые дни люди ходили на пикеты конкретно за своего кандидата подписывать, то сейчас просто массово подписываются за всех, кто стоит рядом, лишь бы не за Лукашенко, действительно, такой феномен этой кампании, вот, положительный для нас, и в целом я в 15-м году зам руководителя штаба Татьяны Короткевич, сейчас руководитель Илья Дмитриев, я, мое наблюдение, что сейчас подписывать легче, чем в 15-м, и эпидемия не стала препятствием. Действительно, это интересно для людей, Сергей, спасибо, если, несмотря на эпидемию подписливых, все это, конечно, характерно. Думаю, что не отключайтесь, тогда, Сергей, мы сразу и продолжим по поводу планов по обеспечению безопасности своей работы, потому что тут, конечно, вопрос, вообще, задержание стал шире, поэтому я бы скромировал так, то есть, первая часть, это касающаяся именно коронавируса. Понятно, что, уже говорил я, что бывают так кандидаты сами без масок, а у Сергея говорили, что даже и в команде оказались ковид-диссиденты. Есть ли, действительно, ну вот, ковид-диссиденты здесь. Есть ли вообще планы, что делать, если, конечно, не дай бог, но тем не менее, если заразятся члены команды, ну, или тем более, не дай бог, всякое может случиться, если и кандидат, есть ли такие планы с пониманием, что делать, в какой ситуации, ну и, конечно, вопрос безопасности тут поневоле расширяется с учетом всех задержаний. Насколько вообще вот, насколько угрозы сейчас ощущаете для себя, для своих пикетов, для своих эстивистов, или все-таки кажется, что задержание ограничится кандидатам протеста и Тихановскими, но не другими кандидатами? Так что, мы сейчас продолжим. я коротко, что касается эпидемиологической обстановки, видите, люди, которые у нас работают в пикетах, которые выезжают по заявкам избирателей, а не в индивидуальных средствах защиты, ну, ковид-диссиденты, бог знает, я их даже контролировать не могу, они мне тут периодически приходят, сдают подписные листы и ничего не боятся, видимо, нарушают, ну и нарушают, я их за это не ругаю, я ругал в первые дни Дмитриева за то, что он сам работает без защитной маски, потому что я все время на пикетах в маске нахожусь, ну, Андрей принял такое решение, у нас с ним был спор, он в итоге сказал, отстань от меня и я так буду, ну, и мы так и порешили, что я как руководитель штаба в маске на пикетах работаю, Татьяна Каравича, руководитель инициативной группы тоже в маске работает, но он как кандидат, видимо, ему, ну, понять можно, ему так комфортнее общаться с избирателями, вот, мы, мы не знаю, какие меры мы могли бы принять, если, не дай бог, кто-то заболеет из ключевых фигур, пока, по славу Богу, все живы, и мы там не думали, что без наезда власти, я думаю, куда все по тем штабам, которые призывают какой-то уличной власти, у нас нет эпизодов, чтобы на членов нашей инициативной группы было давление, мы всегда подчеркиваем свою позицию, что мы хотим в русле законодательства проводить сбор подписей, и мы не говорим, что мы будем призывать избирателей на площадь, и мы не очень верим в то, что 9-го, там, где 10-го года состоится какая-то площадь, мы не видим пока готовности общества вот к такому активному массовому протесту, поэтому вот таких угроз мы пока не видим, и реально наших членов институтивной группы никто не трогает. Сочувствуем нашим коллегам в команде из штабов протестных, более активных протестов, выражаем с ними солидарность. Да, солидарность само собой, всем свободу это естественно. Мы тогда предложим, может, пойдем тогда в обратном порядке. А, вот Илья, вижу, готовый сказать, да? Да. Да, Илья, прошу. Если касаться тех, кто, ну, я не знаю, тут понятие ковид-диссидент это тот, кто контакт первого уровня, что у нас есть такие случаи при выдаче удостоверений, то есть человек как бы оказывался в группе Ристка и, конечно, мы все как бы, ну, контакты с ними прекращаем. Но, причем, я хочу отметить, что это происходит и в том числе по его инициативе и абсолютно с пониманием. То есть, если есть опасность такая, вы стали контактом первого уровня, конечно, вы не можете собирать подписи за нашего кандидата. но это единичные случаи. Хотел отметить, вот, больше добавить в прошлое, что я вот оценивая эффективность поквартирных подходов, она уменьшилась тем, что большинство все-таки не открывают. Ну, то есть, не большинство, но не открывают. И сейчас порядка, если просчитывать где-то вот по количеству подписи с пикетом по квартирник, где-то уменьшение происходит в районе 30-40%, если в цифрах брать. Но другой момент, что большинство, 70% тех, кто открывает дверь, они готовы поставить подпись. То есть, ну, открыли дверь, и все, минимум диалога, минимум что-то надо объяснять. Наотрез отказываются ставить какие-то подписи, буквально 10%. Один вот у нас был за это время несколько случаев, что интересно, одного кандидата, который наотрез отказывается подписываться за других. Причем это кандидат, который, по идее, представитель его должен был бы присутствовать тут, но его нет. Вот. Что касается... Мы так говорим, как будто мы в российских медиа и этот кандидат Навальный. Нет, это Бабарико, то есть, есть случаи, то есть, наши сборщики звонят, собирают и говорят, что там, мы подписали за Бабарико и мы больше никого не подписываем. Здесь, вероятно, это связано с тем, что, допустим, наш кандидат изначально призвал всех подписываться за всех кандидатов, мы открыто ведем компанию, мы приглашаем, то есть, их, пожалуйста, на низовом уровне на самом деле там делить нечего, мы еще не кандидаты, мы должны еще пройти этап сбор подписи. Вот. А тут люди, как бы, какие-то попадаются, которые настроены так жестко, Бабарико или никто. Тоже достаточно для меня странно. Вот. Были инциденты на первоначальном этапе с пикетами господина Бабарико, просто там чуть ли не наши пикеты пытались они там выгнать. В каком смысле выгнать? Ну, не стоять и рядом, то есть, на пикетах не давали становиться рядом. Но потом, как-то я понимаю, все-таки этот вопрос, команда Бабарики решила пойти не жестко, да, и все-таки в каком-то низовом уровне нам разрешили. По безопасности мы, у нас есть инструкция, каждый волонтер проходит инструктирование, именно касательно юридических норм, как вести себя на пикете, как во время вот теперешней специфики, когда считают митинг, не митинг, непонятно что. То есть, при любой ситуации мы инструктируем вызывать милицию, то есть, на пикетах сложных у нас работают только члены инициативных групп, потому что с волонтерами мы с ЦИКом вели коммуникацию, непонятно статус волонтера, то есть, во время задержания массовых задержаний, наших волонтеров будут привлекать к ответственности. Поэтому на наших пикетах, которые происходят в таких вот там ЦУМ, допустим, сегодня, или как Комаровка, у нас работают только члены инициативных групп, и там волонтеров нет. Вот. Ну и, конечно, есть инструкция на каждого, каждому. Нам важно безопасность, в первую очередь, безопасность наших людей, которые которые с нами работают, не так уж, ну там, у нас не 10 тысяч, у нас все-таки 700, ну 300 спартанцев, как бы, а не 10 тысяч персов. Поэтому мы не можем разбрасываться людьми, нам важен каждый человек. Спасибо. Зафиксировали этот интересный конфликт между персами и спартанцами в белорусской политике, интересное сравнение. Хорошо. Коля, что тогда, может, прокомментируешь, какие действия в инициативной группе в штабе Сергея Ищерични по безопасности коронавирусной и по безопасности юридической. Ты еще что-то говоришь про маску, но у тебя включен микрофон. Все, включил. Меня слышно сейчас, да? Теперь да. Я даже продемонстрирую. У нас все, не только волонтеры, все члены нашей команды, в том числе и кандидат, но он дистанцию держит с избирателями и ходит без маски. Вот, насыщены вот такими масками, кепами, перчатки, майки. Мы все работаем защищенных. К счастью, случаев заражения, болезни у нас не было и все, слава Богу, живы-здоровы и работаем, собираем подписи. Обеспечение у нас было еще до начала регистрации и нашей инициативной группой мы уже обеспечили небольшим количеством, конечно, перчаток, масок, кепок, но когда нашу группу зарегистрировали, тогда мы в десятки раз больше заявку сделали, и у нас все волонтеры, все члены нашей команды, в том числе и штаба, обеспечены масками, перчатками и все средствами также для браво. что касается безопасности юридической и тем с задержаниями, обеспечения безопасности в случае последних событий. Я вам скажу, сам лично не сталкивался с этим. Вот я сейчас нахожусь на пикете совместно даже с Светланой Тихановской. Табличка передо мной стоит «Страна для жизни». Никто не подходит, никто никого не разгоняет, никаких провокаций нет. По крайней мере, так было в Сталцах, так было в Кареличах, где я присутствовал. Вот сейчас вниз уже нахожусь, тут тоже очередь выстроилась, но я даже конца его очереди не вижу. В других городах наши волонтеры собирают, где-то тоже совместными пикетами проходят. У наших волонтеров есть, у многих волонтеров есть несколько удостоверений, то есть они собирают ни за одного кандидата, сразу за два, за три кандидата. Но в наш штаб, по крайней мере, такой не поступало заявок, что вот нас прессуют, у нас проблемы. Да, была одна женщина, которая просто позвонила, сказала, извините, на работе наехали, не могу больше собирать за вас подпись. Ну, мы сказали, да, спасибо, мы вас понимаем. Поблагодарили за то, что она собрала уже. Сказали, что не хотим рисковать вашей работой. Ну, понятно, спасибо. Ну, что, Вектор, тогда, как у вас, если я правильно видел какие-то фотографии в Фейсбуке с пикета возле атомной станции, там были еще не в костюмах химзащиты? Ну, в костюмах химзащиты мы были возле Министерства здравоохранения, да, но, наверное, это был такой образцово-показательный антипикет, и этим мы хотели продемонстрировать, в том числе и то, что сборщику подписей, чтобы быть хоть минимально защищенным от опасности заразиться, нужно быть вот примерно в таком виде, в каком были представлены наши активисты на пикете. Значит, мы понимаем, что мы рискуем, да, сегодня рискует каждый беларус, каждый гражданин, который выходит на улицу, да, который общается во дворе с соседом, то есть имеет какую-то минимальную коммуникацию и не соблюдает полностью меры изоляции, поэтому опасность заражения, она есть всегда, нужно это понимать, но на сегодняшний день желание перемен у беларусов, оно сильнее, чем страх перед опасностью заразиться, поэтому мы наблюдаем вот такую довольно-таки высокую активность среди населения в эту избирательную кампанию. За это, естественно, кому-то придется ответить, да, и как мы видим, репрессии уже начались, и маховик, наверное, только раскручивается, маховик репрессии, поэтому кого он заденет, боюсь прогнозировать и не хочу быть пророком, да, пусть это все пройдет минимально и мы добьемся того, чего хотим, вот, что касательно наших мероприятий, то вот не надо далеко ходить, на все наши пикеты приходят операторы неизвестных, значит, телеканалов и изданий, которые снимают происходящее, вчера мы ехали на островец фактических сопровождений, то есть по дороге нас там ГАИ встречала, передавала значит, другим постам, возле самой АЭС традиционные съемки велись, то есть мы вчера готовы были к любому развитию событий, то есть готовы были к задержаниям, слава богу, этого не произошло, надеюсь, такого не будет, потому что мы в любом случае соблюдаем требования законодательства, работаем в правовом поле у нас есть зарегистрированный зарегистрированный инициативная группа кандидата в президенты и мероприятия мы проводим в рамках сбора подписей за выдвижение Юрия Кубаревича в президенты. Поэтому надеемся, что наши активисты не будут поддержаны и наш кандидат не будут поддержаны репрессиям. Ну, кстати, раз уж все высказались и про кандидатов, а Юрайс компания проводит в маске или может даже в костюме химзащиты или нет? Нет, Юрайс проводит компанию в респираторе, в перчатках и пользуется санитайзерами. Ну, точно так же и все наши активисты, которые участвуют в пикетах, все в масках, все в перчатках, обрабатываем руки, обрабатываем ручки, санитайзерами для того, чтобы минимизировать опасность заражения. Хорошо, спасибо. Ну, вот такая у нас безопасность, действительно, с одной стороны, всем понятно хочется считать, что мы все защищены статусом кандидатов, хотя, конечно, да, сегодня заражение непомнящих, это даже уже не начальник штаба, как было стихоновский, мы уже непосредственно кандидаты, несмотря на это. Хорошо, у нас и в чат проходят про это вопросы, и действительно, вопрос, который мы и так планировали обсудить, это те настроения людей, с которыми сталкиваемся, уже частично затронули это, и действительно ожидал, по-моему, такой консенсусное мнение о том, что задержание и провокация против стихоновского задержания скорее увеличили активность людей подписную, но если, помимо этого события, насколько, в принципе, потому что, понятно, все на пикетах, и лично, наверное, все были на пикетах, там и общаются с людьми, и, понятно, в штабы истекаются, какие-то, так думаю, отчеты, информации о том, как прошли пикеты в разных регионах, исходя из этого, какое вообще место занимает эпидемия среди тем, которые волнуют людей? Если это что-то, что на первом месте, то еще все боятся, или людей, может быть, волнуют какие-то совсем другие темы, там, не знаю, реформы, а эпидемию уже особенно не вспоминают. Исходя из общения с людьми, насколько вы видите, как меняется их поведение, их приоритеты, исходя из эпидемии? В общем, тогда тоже продолжить и потом дальше. Ну, у меня впечатления такие, что постепенно мы уже привыкаем, общество привыкает к мысли о том, что с этим нужно будет жить и долго, да, поэтому прятаться не получится. Все равно нужно выходить в общество, нужно выходить в магазин за продуктами, нужно каким-то образом зарабатывать себе на жизнь, на свою, кормить семью, детей, вот, без этого никак, да, поэтому не спрячешься. и видим, что по-разному организмы переносят, да, то есть, как бы, кто-то сильно страдает, нужно ложиться на искусственную вентиляцию легких, а кто-то переносит вообще без симптомов, да, поэтому, наверное, белорусы, как всегда, надеются больше на авось, то есть, авось пронесет и молодой, здоровый организм воспримет это все как насморк и перенесет очень легко и бессимптомно, да, дай бог, чтобы так было, может быть, всем придется переболеть рано или поздно, особенно вот с такими мерами, которые принимает государство, поэтому тема коронавируса, по-моему, она уходит уже на второй план на сегодняшний день, и в связи с тем, какую позицию заняло государство в вопросах защиты здоровья населения в связи с пандемией на первый план выходит вопрос вообще о власти, о том, чем она живет, какими интересами руководствуется и какое в сфере интересов власти место занимает вообще гражданин его интересы, его здоровье и будущее страны, потому что можно сегодня на первый план выводить экономику, особенно в преддверии избирательной кампании, да, не ударить в горясь лицом и платить зарплаты чиновникам, но это все-таки подвергает риску здоровья большого количества граждан и правды, к сожалению, о реальной ситуации с коронавирусом мы не знаем. Приходится только догадываться, приходится анализировать и делать выводы из той информации, которую там рассказывают знакомые, которые пишут в социальных сетях, которую видишь своими глазами, из этого делать выводы. Вот, и выводы неутешительные, и вот такие выводы, мне кажется, сделало население Беларуси. И вопрос о переменах становится вопросом номер один сегодняшней повестки дня. И этому еще способствует избирательная кампания. Кто поэтому политизирует, хорошо. Коля, а что видно вот на Типоле, раз у вас такие пикеты массовые, которые не только за челюстью, но у вас там пять кандидатов в одной палатке подписываются. Если говорить о приоритетах людей, действительно, насколько эпидемия, или, может быть, есть отличия связанные в регионах, какие-то другие приоритеты, как это вообще выглядит? Я хочу сразу сказать, вот Вадим сказал сейчас, что у нас пять кандидатов собираем в одной палатке. Это частные случаи, это вот я сам из Толбцов, да, у нас такой политичный район, и вот наши ребята просто вот так объединились, и все вместе в одной палатке работаем. Вообще, в целом, если по стране говорить за компанию Сергея Черечня, да, у нас стоит индивидуальная палатка, вот в 90% случаев мы собираем отдельно, да, приходит очень много молодежи. Мы видим по записям на сайте, что десятки, да, сотни человек, да, нам проще записать в палатке, да, на пикете, но десятки, а то и сотни человек бывают, в день заявки кидают, в основном, это молодые люди, которые спрашивают, где можно поставить подпись. Ну, Сергей самый молодой кандидат, ему 35 лет, вот только 8 мая исполнилась. Ну, соответственно, ожидаемо, что молодежь тянется к нему, к нашему кандидату. Вот в ТикТоке там у нас шквал идет. Шквал в ТикТоке хорошо, давай, может, ближайся к приоритетам людей, насколько полноет не только то, что есть там молодой кандидат, а что касается именно коронавируса, насколько это вообще приоритетно? Или эта тема, в принципе, особенно так не звучит? Коронавирус, я считаю, что повлиял, очень сильно повлиял на эту кампанию, да, и повлиял даже риторика президента про коронавирус. Люди озлоблены тем, что как это преподносится, вот я сам из столбцов, и люди видят, как в столбцах по 50 человек в день заболевало, а нам говорят, что это психоз, и так же во всех городах, и люди настроены против действующей власти, и приходят подписываться, активно становятся в очередь, готовы часами стоять, чтобы подписаться против действующей власти. Такого настроения людей, я действительно, впервые с этим сталкиваюсь, не так давно в большой политике, пару лет буквально, но так, чтобы по два часа стоять и отдать подпись за то, чтобы не было этой власти а за перемены, да, действительно, такое есть, и, ну, это очевидно, нам это, допустим, коронавирус повлиял, но это повлиял на сбор подписей, да, положительно, вот, в частном случае, то есть, мы даже не ожидали, что-то вот такими темпами у нас будет идти сбор подписей. Хорошо, спасибо. Я вижу, Илья уже отвечает на вопрос, да, в чате показывает, что не только команды Черешня и Тихановской, но и команды Цепкала сделали свои фирменные маски. Хорошо, Илья, а что касается, что касается тем, люди, когда приходят, например, на пикеты Цепкала, или когда вы, если, когда приходите по домам, люди говорят про коронавирус, они недовольны этим, или люди говорят про что-то другое? Ну, если глубоко копать тему коронавируса, то, в принципе, те меры, которые приняли власти, люди считают достаточными в основном. Тут проблема экономическая, то есть, если мне незачем, ну, все понимают, что нынешняя власть не начнет раздавать деньги, то есть, и говорить о карантине, это значит, что ты для простого человека это фактически остаться без денег, без средств к существованию, поэтому эта тема, его скорее карантин, слово, пугает. И тут власть, конечно, на мой взгляд, угадала вот эту тенденцию и сделала абсолютно так, как хочет большинство. Если брать молодежь, молодежи, эта тема неинтересна, посмотрите, молодежь хочет, хочет жить, и они ходят по клубам, ходят по ресторанам, там вся Зыбицкая забита, и они ходят без масок. Кстати, как тянется к Черчене молодежь, мы видели возле ЦИКа. То есть, в принципе, работают, первое основное, это работа. Для каждого важен вот этот вот его семья, его работа, то есть, ну, его условия. Все же понимают, что никто никому, ну, наше государство не придет к нам на помощь, поэтому хоть не мешают, и слава Богу. И тематика, да, есть люди, которые считают это главным, и это нормально. Мы относимся вообще нормально к обоим позициям. Те, кто хотят защититься, считают нужным, они делают. Мы абсолютно других людей не называем там ковид-диссидентами, или как-то не пытаемся оскорбить, или как-то... Это позиция, это выбор каждого человека. Хочет сходить в маске, пожалуйста, у нас даже есть, вот, я отвечу еще раз на вопрос, есть брендированные маски. Не хочет ходить? Пожалуйста, не ходит. То есть, в принципе, мы не строили компанию вот такую, как бы, как вот, бегать по городу с пикетами и кричать там, конец света грядет. Мы строим положительную, то есть, мы строим компанию Беларусь будущего. То есть, Беларусь для тех, кто хочет идти вперед, в первую очередь, кто хочет, ну, просто хочет хорошо жить. Ну, это вот коротко, вот по тем, тем, как бы, выжимкам. Спасибо. Ну, тут действительно, уже пишут в чате, да, повторить про, про, про Сатио, когда действительно, да, действительно, введение жесткого карантина это предпоследнее по популярности мера, но последнее, это еще менее популярное, это только бездействие, которое практически, в этом смысле, выбирает власть, потому что все остальные элементы которые были в вопросе, при этом, как запрет массовых мероприятий, при этом, где социальное образование в школах, которые власть не выбирает. В этом смысле, да, мы видим такую, общественную не очень поддержку, чем одно другому, тут не противоречит. Тогда Сергей Возняк, как на пикетах, «Говори правду», Андрея Дмитриева, насколько там людей волнует коронавирус, или люди выступают за, за что, я не знаю, за развитие медицины, за автобусы маршрута, какие основные темы волнуются? Очень правильно сказал Виктор, что люди стали привыкать к эпидемии, люди действительно ко всему со временем привыкают, и меньше стали чувствовать эту угрозу, ну и жизнь заставляет все равно жить как-то надо, с одной стороны, меры предосторожности большинство соблюдает, ну и жизнь тоже не остановишь. Поэтому нельзя сказать, что тема коронавируса, она является сегодня топовой в повестке, вот на пикетах. Скорее, коронавирус, эпидемия показала людям, что в этой власти совершенно нет сердца, то есть вот власти на людей наплевать. Скорее всего, эпидемия в целом легла на вот это вот восприятие власти как антинародной. И мы когда думали над слоганом компании, ну мы точно знали, что у нас будет «говори правду» или там «говорить правду», и эпидемия вот отношения людей к халатности нашей власти в условиях эпидемии толкнулась к тому, что мы второй фразой смогут взяли «ценить людей». «Говорить правду», «ценить людей», но третьим мы сказали «менять власть». Вот. Это тоже эпидемия, как она повлияла на содержание нашей коммуникации с избирами. Вот. Люди там очень недовольны, то, как власть стала к ним относиться. И это, скорее всего, самое главное сейчас в повестке, и тут в первую очередь это играют вопросы социально-экономического самочувствия. Вот. А коронавируса люди почему-то перестают бояться. На мой взгляд, делают они это зря. Ну, люди как поступают, так и поступают. Отсутствие работы и низкие зарплаты, и для них более серьезная угроза сегодняшнего на вирус. Спасибо, Сергей. Я бы еще хотел обратиться к нашим гостям. Если у кого-то есть свои вопросы к представителям штабов, возможно, связанные с эпидемией, возможно, какие-то еще, можно не только обсуждать в чате, но если у вас есть такое желание, можете подать сигналы, включите микрофон и задать голосом картинку и свой вопрос. Поэтому, если такое желание у кого-то есть, вы дайте об этом знать, и тогда мы все включим. Ну, наверное, перед этим я еще хотел бы обсудить с представителями штабов какие-то планы на будущее, потому что сейчас, все-таки у нас до 19 июня, еще две недели, период сбора подписей, и сбор подписей — это одно, но когда подписи будут собраны, я так понимаю, что вопросов, в том числе будет интересно, потому что остальные от моего рассчитывают, что их кандидаты будут зарегистрированы, соответственно, Юрий Гаврилович, соответственно, такой не рассчитывает раз, не будет подавать подписи, соответственно, как вы для себя планируете, если дойдет до этапа агитации, насколько она будет по форматам, по тематике, ну, по тематике, я же вижу не столько важна эпидемия, но как вы думаете, какие ожидаете для себя изменения по планам, то есть, скажем так, что в вашем планировании агитации сейчас будет отличаться от ваших предыдущих планов, что будет связано с эпидемией, то есть, например, планируете ли вы какие-то агитационные, большие поуличные мероприятия делать, или наоборот, планируете заточиться, я не знаю, на агитации в интернете, Николай уже упоминал даже тикток сегодня, как планируете адаптировать компанию, может быть, тогда, Виктор, может, с тебя и начнем, поскольку, в строгом смысле, этап агитации для Юрася Габаревича так и в любом случае не начнется, не планируется регистрация, как вы планируете дальше, в принципе, действовать после 19-го числа? После 19-го числа мы посмотрим на итоги регистрации и тогда соберем совет организации и решим, есть ли среди зарегистрированных кандидатов тот, кому движение за свободу могло бы оказать поддержку во время агитационной кампании. На сегодняшний день рано об этом говорить, но в любом случае мы и вот в оставшееся время периода сбора подписей и месяц, который будет отведен на агитацию, мы будем работать на сбор людей для выдвижения в наблюдатель. Есть компания право выбора, мы сотрудничаем с этой компанией и вместе готовим наблюдение. Поэтому чем больше сможем собрать и привлечь в наблюдение граждан, которые увидят этот процесс первый раз своими глазами, тем, я думаю, более эффективными будут итоги наблюдения и результаты этой компании. Спасибо. Виктор, ну что, Илья, Николай, Сергей, кто готов? Илья готов, и сюда. Ну, в принципе, мы понимаем, Валерий Цепкал, это фактически есть белорусский интернет, поэтому наша компания и была, шла изначально, интернет занимает одну из основных частей. Что касается проведения, ну, мы будем стандартно проводить, пикеты продолжим, ну, в принципе, будем вести стандартную компанию. Конечно, если что-то там изменится сильно в плане безопасности, ну, я еще раз повторюсь, для нас важно безопасность граждан. Если говорить о наблюдении, выдвижении в участковые комиссии, мы не видим смысла для себя участия в этом, если есть такие организации, как Весна, тоже право выбора, которые достаточно на профессиональном уровне все это организуют. То есть, в принципе, нашему кандидату, нашему штабу нет смысла отвлекаться на этот вопрос. Зачем? Зачем что-то делать, если есть люди, которые годами наблюдают и делают это хорошо? То есть, для нас это не актуально. Мы будем агитировать, мы будем идти дальше развивать. Мы будем придумывать всякие классные штуки. Мы будем вести компанию. Может, есть какие-то вопросы? Может, проще было бы. Я пробовал по адаптации, то есть, пока я так понял, в принципе, никакой специфики из-за эпидемии вы не планируете. Грубо говоря, если бы коронавируса не было, то, в общем, вы бы делали все примерно то же самое. Да, безусловно. Ну, сейчас основная задача пока идет это сбор подписей. То есть, я думаю, что к воскресенью мы закроем необходимое для ЦИКа количество и перейдем к этапу уже сортировки, то есть, подготовки к сдаче. Ну, пикеты наши, конечно, будут стоять до конца, то есть, до 19-го числа, безусловно. То есть, мы будем использовать вот эту вот возможность скорее как собирать подписи и в то же время агитировать. Ну, это не агитируется словно. Ну, да, понятно. Я думаю, за это видео все уже наговорили на предупреждение от ЦИКа и про сбор подписей без масок, агитацию, но это ладно. Будем считать что ЦИК на предупреждение не сделает. Хорошо. Смотрите, подождите, я хочу сказать, что сбор подписей без масок, вот я слушаю Лидию Михайловну, насколько вот это обсуждалось ЦИКом, что в принципе это не то нарушение, которое является, ну, непонятно, то ли, оно не входит в избирательный кодекс, то есть избирательный кодекс его не запрещает собирать подписи без масок. То есть, фактически, ну, ЦИК, ну, рекомендовал бы сборщиком подписи работать в маске. Прямого запрета, то есть, ну, это не нарушение избирательного кодекса, это нарушение, может быть, санитарных норм и правил. В конце концов, пока людей тоже напрягают вот это вот, ну, как бы, давление на свободу, на демократию человека. То есть, я, я человек свободный, я могу выбирать, ходить мне в масках или не, не ходить, ходить без маски. Европа, к сожалению, показалась вот эту, в этом, в этапе эпидемии просто не демократична, когда начались гонения преследований людей, которые не хотят носить маски. По-моему, это не имеет отношения никакого к истории о демократии. Ну, в принципе, с белорусских выборов немножко перешли на европейские, что-то, что-то даже интересно. Хорошо. Вот, да, сейчас Павлюк, я не знаю, просто Павлюк много отправил комментариев в чат, Павлюк, может, есть готовность подключиться к обсуждению и прокомментировать, например, по поводу масок и какие-то взгляды. Если есть, а то просто в чате это хорошо, но... добрый день. Коллеги, тут Илья говорит о том, что есть рекомендация Центра Сбиркома, но это не избирательный кодекс. В соответствии с этой рекомендацией инициативная группа может получить предупреждение, но это не должно быть, судя по всему, основанием для отказа в регистрации кандидата. То есть, поскольку это действительно не является в норме закона, то я не думаю, что они поступят таким образом. Кроме того, даже предупреждение за досрочную агитацию, которые были на предыдущих выборах, а на этих выборах пока еще вроде бы не было, не стали основанием для отказа в регистрации кандидатов. Опять-таки, скорее всего, это связано с тем, что не урегулирован вопрос, каким образом вот эта вот агитация до регистрации кандидата, чем она является, что это такое. Но вот следующий этап, вот прямо сейчас я могу сказать, что почти все инициативные группы используют рекламу в социальных сетях. И Игорь Луцкий, который сейчас стал министром информации, когда он был заместителем министра информации для одной избирательных компаний, прямо говорил, что использование рекламы в социальных сетях тоже является основанием для предупреждений, если это не оплачено из избирательного фонда. Поэтому я думаю, что сейчас у него позиция не изменится по этому вопросу. Ну, тут я реплику скажу, что тут я же сталкивался с этим кейсом, когда баллотировался против Улаховича. Была такая ситуация, когда он рекламировал, понятно, то есть и просто Улахович заявил о том, что эта страница не имеет к нему отношения. На этом вопрос как бы у избирательной комиссии закрылся. То есть с точки зрения доказательства это очень спорный момент. Имеет ли эта страница в социальных сетях отношение к кандидату или не имеет. Может, я создам завтра и начну пускать рекламу, чтобы кандидата сняли. То есть это тоже тут доказательная база не урегулирована. Я согласен, что есть проблемы с доказательством, но вот когда было предупреждение Дмитриеву за рекламу в социальных сетях, насколько я понимаю, его оспорить не удалось. Ну, то есть можно было сказать, что я не я, но это невыгодно для кандидата с одной стороны, а с другой стороны ну, собственно, это не ведет к снятию кандидата. Ну, то есть в данном случае это не подкуп избирателей, который прямо запрещен избирательным кодексом. Ну, раз уж спорили Дмитриеву, вот, наверное, дать слово и Сергею Возняку, и про тот опыт, это, так понимаю, действительно так ли все и было, и насколько сейчас, так понимаю, наверное, я не уверен, что я видел, скорее всего, наверное, что тоже есть реклама в соцсетях и в стране, а Андрей, я помню, видел аккаунт рекламы, соответственно, у меня тоже продолжается и реклама, и насколько вы, в принципе, планируете дальнейшую деятельность адаптировать к коронавирусу, или в этом плане он не сильно влияет? Ну, историю, о которой сейчас вспомнил Павлю Быловский, она была на парламентских выборах, Дмитрий, действительно, тогда он получил предупреждение, мы решили, что предупреждение страшно, спокойно с ним можно дальше продолжать кампанию, она сильно никому не мешает, и мы тогда продолжали адаптироваться в соцсетях, сейчас их будем продолжать. Если говорить о наших планах, мы точно будем сдавать подписи, дальше вопрос уже от нас не зависит, если наш кандидат не будет зарегистрирован, то мы будем использовать те возможности, которые предоставляет избирательный кодекс, ведь агитацию могут проводить не только кандидаты, но и просто граждане могут проводить агитацию, они могут проводить там собрания, всякие массовые мероприятия, все это в кодексе прописано, по-моему, в 45-й статье, будем заниматься и будем рассказывать, скорее всего, это будет кампания антилукашенко, естественно. Если наш кандидат будет зарегистрирован, на что мы рассчитываем, то мы будем в снафраграме, в снафраге правду ценить людей, менять власть, будем коммуницировать с людьми. Я думаю, ту коррективу, которую нам придется внести в ходе агитации. Мы должны будем, как мне кажется, отказываться от зальных встреч с избирателями, где вероятность заражения вирусом более высока, в пользу проведения с избирателями на открытом воздухе, где легче соблюдать физическую дистанцию, тем более, что компания назначена на разгар лета, надеемся, будет хорошая погода и всем будет приятно на свежем воздухе. вот и все коррективы, которые можно будет вынести. Спасибо, Сергей. И тогда, наверное, вопрос, если я очень прикладчиваю, Николай еще не высказался по поводу планов на случай регистрации и того, насколько на это будет влиять эпидемия, насколько она будет выславливать проведение компании. Включись микрофон. Да. Для регистрации, для того, чтобы наши кандидаты зарегистрировали, нам надо собрать еще более 40 тысяч подписей. То есть, об этом еще рано говорить, но у нас же есть планы на эту компанию. Да, у нас планируем в том числе и в соцсетях обширную рекламу давать. Как эпидемия повлияла на... Я еще раз повторю, что эпидемия повлияла... Даже больше не повлияла эпидемия, а риторика нашей власти. Президент говорит, что у нас деньги дороже человека. То есть, главное не остановить предприятие, а смерти, заболевания, ничего страшного, переживем. Войну пережили, и это переживем. А вот это людей настроило против действующей власти. И даже когда подходишь к человеку, начинаешь агитировать, люди более открыты и готовы выслушать альтернативную точку зрения, нежели действующие власти. Но еще раз повторю, что для... до 19-го числа нам надо еще собрать 40 тысяч подписей. Да, мы понимаем, что это возможно уже, уже видим, что это возможно, и мы, скорее всего, это соберем, не 40, а больше. с 15-го числа начинаем уже подавать документы по комиссиям, наши люди будут развозить. Агитация, агитация будет, если наши кандидаты зарегистрируют, в том числе соцсети, ну и всеми возможными способами, в том числе эпикеты в городах. То есть какие-то пока ограничения там или в связи с эпидемией нет каких-то планов конкретных? Маска, перчатка и работаем. Маска, перчатка и работаем, это хороший слоган. Хорошо, есть ли если кого-то желание еще прокомментировать или, может быть, задать свой вопрос, в чате обсуждают, сейчас как раз проходит первый массовый пикет за Лукашенко возле данного мала, хотя, конечно, массовость фотографий в ней относительная скорее. Хотя вот сборщики подписей в Маске. Есть ли тогда еще какие-то вопросы или, может быть, у наших спикеров желание что-то еще высказать? Может быть, у меня вопрос? Да, давайте про люк. Спасибо. Вот мы узнали, что Цепкало вероятно не будет заниматься наблюдением. Какая ситуация в других штабах? Я, честно говоря, не заметил вот этой позиции тех, кто будет регистрирован. В первую штабу перечня и Дмитриева. Ну да, подробно высказался. чтобы это упустил этот вопрос. У нас более тысячи человек сейчас в институте группы, все эти люди будут наблюдателями. Плюс к нам сейчас добавляется уже сотни волонтеров, которые нам помогают работать. Мы тоже людей призываем быть наблюдателем, будем давать направление от партии на участки выписывать. Наблюдать да, будем. Кооперироваться с кем-то, безусловно, да, будем все вместе наблюдать, следить за этими выборами. Честно, они пройдут или как всегда. Хорошо, и Сергей? Какие планы вы говорили по наблюдению? С кем-то копироваться, делать самим? Как цепкало? Ничего особенного делается? Мы последние камни, начиная с 15 ведем наблюдение. Я включил звук. Звук включен, довольно плохая связь. Попробуйте. Да. Попробую еще раз. Мы последние избирательные камни ведем наблюдение самостоятельно, потому что был не по нашей вине какой-то странный конфликт с компанией права выбора. Мы ведем самостоятельно, причем мы пользуемся целиком методикой наблюдения компании права выбора. Мы были в ее ислоках, разрабатывали, и поэтому нам не мешает ничего вести наблюдение самостоятельно. Но я думаю, что мы тоже у нас зарегистрированы структуры во всех областях, кроме Брестка. Мы не выдвигать протоколами своими, за исключением Брестской области. И в любом случае всем кандидатам придется кооперироваться, потому что нужно будет помогать друг другу в выдвижении наблюдателей. Ведь хочется не одного выставить на участок, а два, три, четыре человека. И будем обращаться к наших наблюдателей с своими протоколами, готовыми протоколами «Говори правду» выдвигать наблюдателей от других полиции, штабов, кандидатов, или просто любых граждан, тем более, что законодательство разрешает выдвигать наблюдателей и людей, которые не являются в чате твоей организации. Я думаю, что будет нормально работать. спасибо, что касается наблюдения. А у нас, по-моему, еще и в чате было про это вопрос. Действительно интересно. Я насколько понимаю, какая-то часть комиссий уже сформирована. Я так понимаю, там нет представителей сейчас кандидатов, или, возможно, у кого-то из кандидатов есть представители в каких-то комиссиях. И планируется ли вы выдвигать участковые комиссии еще будет сформирование? Планируется ли вы выдвигать? Ну, с участковыми комиссиями не очень хорошая история, потому что последний день 21 июня, а 19 июня последний день сдачи подписи в районные комиссии. И я предполагаю, что... Плохая связь, Сергей, мы не узнали, что... Сергей, может быть, мы попробуем отключить видео у вас, чтобы... Потому что пишут, что у вас плохой интернет, возможно, вы... отключи интернет, Алексей, отключи интернет. Важно вас слышать скорее. Я отключил свое видео, возможно, сейчас... Попробуйте сейчас, да. Да, я говорю. Ну, с участковыми комиссиями не очень плохая история по календарю выборов, потому что 21 июня последний день подачи состава участковых комиссий, а 19 июня нужно сдавать подписи, да, то есть как раз вот на пик сдачи подписных листов должен прийти процедура оформления всех рейхпортоколов по движению людей в участковые комиссии. Это немножко создает сложности. У нас, говори правду, очень отрицательный опыт включения наших людей в комиссии. на прошлых парламентских выборах у нас было включено ноль, на вот в эти в областные комиссии, мы там тоже немножко, в территориальной комиссии, на этих уже президентских выборах нам тоже выдвигали несколько человек, тоже был ноль, и вот история почему-то у нас печальная, даже хуже, чем у некоторых других оппозиционных партий и организаций. Поэтому мы целенаправленно заниматься не будем выдвижением состава участковых комиссий, но есть люди, которые желают, мы, конечно, дадим им протоколы и подадим им, пусть они будут заниматься очень серьезно и закрывать будем просто сотни избирательных участков, надеюсь, что это нам удастся вместе с нашими коллегами из других штабов, других кандидатов и от других политических и общественных организаций делать. Я хотел добавить, если можно. Да, конечно. что мы демократическая свободная компания, то есть мы не запрещаем нашим активистам, то есть нашим волонтерам самостоятельно участвовать в наблюдении. Мы просто не будем организовывать, но это не значит, что наши волонтеры не смогут пойти на участки. Конечно, мы не координировали на этом свою компанию, потому что мы участвуем в компании, чтобы победить, а не наблюдать. Поэтому у нас основная цель это агитация. Окей, чтобы победить, а не наблюдать, это интересная позиция. Коля, с точки точки зрения команды Керич не планировали себя выдвигать не только наблюдателей, но и в комиссии. Опять нет звука. Николай, не включен микрофон. Да, извиняюсь, забываю себя включать. Мы своим сторонникам не будем настаивать на том, чтобы они выдвигались в комиссии. Все желающие, кто хочет выдвигаться в комиссии, мы будем додавать такие направления. На наблюдение, да, мы хотим наблюдать, и мы тоже хотим победить, но вот хочу планировать Илье, что только агитация и будет победа. Илья, вы верите в наши выборы, как они проходят и как там будут считать и какая явка будет на эти выборы. Надо считать, многие кандидаты высказывали, чтобы человек, который идет голосовать, озвучивал, за кого голосовал, чтобы таким образом хотя бы нам приблизительно посчитать, людей проголосовало за Черечня либо Барико или Лукашенко тоже. Наблюдение надо. Мы знаем, какая наша избирательная система, как у нас проходят выборы, но мы должны за этим наблюдать, а не просто агитировать и потом верить тому, что нам вывесят в протоколах 9 августа в 8 часов вечера. Ты, Николай, просто не понял, зачем нам этим заниматься, если этим будете заниматься вы. Ну, хорошо, мы вытянем. Хорошо, я хочу, можно я по наблюдению скажу, у меня есть одна идея, я вот посмотрел последние избирательные кампании, я сам всегда наблюдатель на участке, всегда, последние три кампании со своим сыном, значит, и, наверное, кто этим занимается, подтвердят правоту моих слов, что начали создаваться группы провластных наблюдателей, функция которых не наблюдать не за выборами, а наблюдать за нами, да, как мы, ну, неправильные с их точки зрения наблюдатели ведем, и там, когда вот я на парламентских выборах, мы там с сыном написали жалобу, потому что у нас явка в 40% отличалась в меньшую сторону от того, что комиссия объявила, мы получаем 10 заявлений от провластных кандидатов, наблюдателей, что все нормально, и они все видели, все было хорошо. Мне кажется, нам нужно изменить тактику наблюдателей, нам нужно выдвигать не по два человека на избирательный участок, нам тоже нужно выдвигать по 6, по 8 человек от демократических сил на участок. Может быть, нам на этих выборах, я вот просто призываю коллег не сейчас, а в принципе обсудить ту идею, взять меньшее количество участков, но обеспечить на этих участках не два наблюдателя оппозиционных, которых просто там давит вот эта вот масса БРСМ, ветераны, там все остальные прекрасные люди. И вот я просто на будущее, может быть, когда пройдет регистрация кандидатов, нам бы всем там собраться, обсудить эту идею, выбрать участки, где мы тоже будем тотально просто по 6, по 8, по 10 иметь независимых наблюдателей. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо, что вы слышали это мое предложение. Я так думаю, все кандидаты и все согласны, что надо продвигать и по 6, и по 8, а то и по 10 человек. И хватает ли этих людей? Ну я же сказал, сократить количество участков, которые мы берем наблюдение, да, но лучше пусть будет не тысяча участков, а там 300, но на них будет не 2 наблюдателя, а 6. Я вот про что говорил. Ну да, я понял, послал в принципе. Я поддержу Сергея по поводу количества наблюдателей, и много наблюдателей на избирательном участке, по-моему, не бывает, потому что часто наблюдаются провокации и сознательное удаление наблюдателя с избирательного участка, и когда остается один, то невозможно организовать наблюдение за голосованием по месту жительства на дому, когда уносят ящик для голосования с избирательного участка. Еще ряд вопросов невозможно закрыть, поэтому 3, 4, 5 наблюдателей на избирательном участке это норма на сегодняшний день. Что касательно выдвижения в комиссии, то процесс этот несколько усложнился, потому что выдвигать членов, представителей в члены избирательной комиссии могут только структурные подразделения политических партий или общественных объединений. Движение за свободу, например, является монолитным объединением, не имеет зарегистрированных областных, городских структур, поэтому, соответственно, не может выдвигать членов своих представителей в избирательные комиссии. для партий, у которых есть зарегистрированные структурные подразделения, я бы сказал, что это нужно делать, потому что, как показывает практика, очень небольшой процент от выдвигнутых людей попадает в комиссии, власть неохотно идет на включение независимых или оппозиционных представителей в состав комиссии, поэтому эти факты нужно накапливать для того, чтобы показывать реальное состояние избирательной системы, избирательного процесса. Поэтому, кто может, то, пожалуйста, делайте это, выдвигайте своих людей, своих членов партии, выдвигайте тех, кто к вам приходит, для того, чтобы собирать базу доказательную о состоянии выборов в Беларуси. Я хотел бы сказать, что я в этом году уже был наблюдателем на выборах, и как раз у меня есть уникальный опыт, я видел, как власть проводит выборы во время эпидемии. То есть, в принципе... Скажи, может, чуть подробнее для тех, кто не следил за этой историей, на каких там довыборах ты наблюдал? Это были довыборы в Колодещанский сельский совет, Причем округ... Ну, кроме... В этот день, в принципе, было по Минскому району двое. Две выборы. Ждановичи выбирали и Колодище. И, в принципе, я посмотрел уникальный вот этот протокол, который в Копе гуляет, где досрочно проголосовало, в день выборов проголосовало на участке шесть человек, а все остальное это выездное. и на досрочном девятнадцать человек проголосовало. Вот, это реальный протокол, то есть реально как оно было. И какие выводы по этому можешь сделать с точки зрения наблюдения и всего остального? Ильям? Кажется, или какая-то пропала связь? Проблема какая-то видим у Ильям со связью. Да, мы услышали только как оно было. Я думаю, что власть на... А, извини, Илья. Извините, тут у меня... То есть солдат... Что-то со связью совсем плохо. Кажется, в штабе есть и кандидата проблемы с интернетом. Я могу высказать свое мнение, что мне кажется, на этих президентских выборах власть будет прикрываясь пандемией увеличивать долю выездного... Ну, голосование по месту, это называется по месту нахождения избирателя в кодексе, эти вот переносные ящики. И они как раз будут объяснять, что вот они думают о здоровье людей, о безопасности и поедут людям без всяких заявок на то, чтобы от избирателей как того требует 54-я, по-моему, статья избирательного кодекса. А пандемия станет их союзником фальсификации этой явки. И мы должны быть к этому готовы. Да, я именно хотел сказать про это, что вот тут у меня связью проблемы были, что видно, что власть уже готова к такой разыграла, посмотрела, как это работает, выездное. Выездное голосование в принципе делало все остальное. И когда говорят о шести человеках, то, ребята, надо, если вспоминаем, то кроме шести человек надо как минимум две-три машины этим людям. А, имеешь в виду наблюдателей. Еще не забывайте момент. Да, то есть кроме людей, никто вас в машины, в машины, где едет комиссия, брать не будет. То есть вы должны быть на своей машине. С учетом количества урн для выездного голосования, то есть это должно быть несколько наблюдателей с автотранспортом. Что намного усложняет. Все, сам этап организации. Насколько мы сможем закрыть, то есть это организовать работу восьми тысяч человек, ну, шести-восьми тысяч, ну, не знаю. Тут у меня есть как бы небольшие сомнения. Если говорить о вот этом вот электронном умном голосовании, когда человек сфотографировал бюллетень, ну, а что дальше? То есть, ну, что с этим? Ну, получим мы тысячу, ну, получим мы десять тысяч таких фотографий там, но они не имеют никакой юридической доказательной базы, как бы, ну, да, есть какие-то десять тысяч, цик даст процент, вот десять тысяч, это как раз и входит в эти там полтора процента, которые получил ваш кандидат. Поэтому, к сожалению, я что-то почему-то вот так, может быть, скриптически отношусь к такому роду перспективам использовать такие штуки. Ну, что ж, спасибо, да, за комментарий прорвался через проблемы интернета. Действительно, интересный прогноз насчет того, что на этих выборах власть будет увеличивать вот это количество надомного выездного голосования. Я еще вижу у Екатерины, есть вопросы в чате, может быть, Екатерина к нам все-таки подключится голосом, если есть еще какой-то вопрос, который вы хотели бы задать. Ну, или пока. Так, все, включилось, включилось, да. Да, у меня есть вопрос по поводу, ну, вообще, небольшое замечание насчет того, что фотографии, например, в вюллетеня, что это не имеет смысла. Ну, как же не имеет смысла? Независимой социологии больше нет. Несепи закрыли, в 2016 году, чтобы хотя бы иметь представление об объеме вот этих фальсификаций. Я считаю, это не даст нам представление об объеме этих фальсификаций. То есть, ну, чтобы получить какой-то, это надо структурированно работать, то есть, какой-то выбрать участок, на котором практически, ну, по идее, тогда должен каждый... Нет, вот смотрите, мы говорим о участке, да, хотя бы возьмите один участок. То есть, вам надо, допустим, придет туда 300 человек, и сколько человек нам надо уговорить с этого участка, чтобы более-менее получить цифры, которых можно хотя бы, ну, как-то рассматривать научно. то есть, сколько должно из них сделать фотографии, как они проголосовали. То есть, для вас это как бы не является реалистичным вариантом, да? Я считаю, что это можно использовать только как... Я считаю, что можно использовать как информационный, да, вот мы показываем, вот смотрите, там у нас вот тысяча человек, 10 тысяч. К сожалению, я не думаю, что речь идет там о полумиллионе фотографий с бюллетнем. Да и власти всегда могут сказать, что это все фальсификация, это все фальшивка, заробленная у Польши. То есть, ну, я не настроен... Да, честно говоря, мне кажется, еще проблема может быть в том, что если просто фотографии, бюллетень, они все достаточно похожи друг на друга, они как бы не отличаются, и просто, говорят, тысяча одинаковых фотографий, честно говоря, даже на первый взгляд будет сложно, либо было бы сложно отличить, насколько это просто один файл скопированный 10 тысяч раз, насколько они все-таки уникальные, и что же там, собственно, уникального. Что ж... Я напомню... Спасибо вам. Да, соответственно, у меня был опыт, когда я пытался сфотографироваться с бюллетнем, как я опускаю бюллетень, тут же выскочил председатель, все, нельзя, нельзя там, запретил это делать, хотя я был там как в качестве избирателя, то есть мне, в принципе, было запрещено, хотя потом я писал письмо Ермошиной, она сказала, что нет, ну можно, то есть там, можно, ну непонятно, тут... У меня, знаете, мнение какое по поводу фотографий бюллетеней, что таким образом мы просто можем привлечь на избирательные участки большее количество граждан, да, то есть повысить тем самым явку, и в этом может быть заинтересована власть, да, если мы повышаем явку и не контролируем процесс подсчета голосов, то, соответственно, получаем легитимные выборы и нужные для власти цифры в протоколах, да, потому что в протоколах будет написано то, что будет спущено сверху, поэтому вот это может сыграть такую злую шутку и поиметь обратный эффект. мы исходим из того, что несмотря даже на высокий интерес к текущей избирательной кампании со стороны граждан, явки все-таки не будет, потому что, ну, как минимум процентов 40 населения не волнует тот вопрос, кто руководит страной, они уже махнули, смирились, будь что будет, да, поэтому явка на выборах у нас обычно низкая, поэтому мы прогнозируем, что в эту избирательную кампанию с учетом того, что коронавирус, посмотрим еще результаты регистрации кандидатов, явка будет крайне низкая и наблюдение нужно как раз таки сконцентрировать на том, чтобы считать явку и выводить цифру и требовать значит отмены итогов голосования в связи с тем, что выборы не состоятся, потому что не будет явки 50 процентов плюс один голос. Я, извините, должен возразить, потому что я не знаю, откуда веют данные, что у нас явки нет на президентских выборах, у нас на президентских выборах явка есть, и это подтверждается не только протоколами, там, Ермошины, понятно, там все это завышено, но и данными, вот выборы 15-го года, они еще мониторились тем же Несепи, и там явка-то была больше 50 процентов, вот, поэтому явка низкая, чуть ниже в столице, в областных городах, это правда, на президентских выборах, и она там, ну явно за 40, там близко к 50, что касается сельских районов, то там явка достаточно высокая на президентских выборах, и поэтому я не думаю, что надежды на то, что на этих президентских выборах не будет 50-ти процентной явки, они реалистичны, понятно, не будет 89-го, как объявит Ермошина, но она будет за 60-ти процентов, в целом, чуть будет ниже в больших городах, и повыше будет в сельской местности, люди сами пойдут, частично, частично людей заставят пойти, там, на досрочное голосование, но явка будет, вот это просто моя ремарка к выступлению Виктора, я вообще не вижу сейчас сегодня никаких последствий к бойкоту, тем более, что эта компания, она более активно проходит, чем компания 2015-го года, я думаю, что людей больше придет 9 августа в 2020-м году, чем они пришли какого-то 11 октября, по-моему, у нас 2015-го году были выборы, кандидатов будет больше, интерес к выборам у людей больше, и я сказал, еще, когда мы обсуждали первый вопрос, на мой взгляд, по моим оценкам, эпидемия, и это мое удивление, никак не повлияло на поведение избирателя, вопрос никак не повлияло. Спасибо, Сергей, действительно, мы видим такие, да, отзывы, я думаю, наверное, постепенно, переходя к завершению. Вадим, тут была рука от Павлюка? рука от Павлюка, да, Павлюк, Павлюк, Ну, в принципе, Сергей Возняк фактически сказал то, что я хотел сказать, у нас сейчас нет возможности социологически измерить поведение, но до сих пор у нас ни разу не было ни явки на президентские выборы, сейчас, с учетом большого интереса к тому, что появилась интрига на выборах, раньше интриги не всегда были на выборах, сейчас есть интрига, не всем понятен исход избирательной кампании, явка, скорее всего, будет, кроме того, есть действительно административно зависимые избиратели, которые придут, потому что их направят. Я бы хотел обратить внимание на другой, может быть, аспект, если наблюдатели смогут работать в этой кампании, потому что у меня есть вопрос, насколько компания права выбора сможет работать без контакта с избирательными штабами других кандидатов, тут есть сложность, поскольку лучше всего на президентских выборах наблюдатели работают в контакте с избирательными штабами. Здесь не очень понятно, кто будет зарегистрирован, потому что всегда есть интрига, кто-то может быть не зарегистрирован, и если у компании права выбора не будет выхода на избирательные штабы кандидатов, то у них будет очень сильно связаны руки для наблюдения. Ну, это мой прогноз, я так думаю, я могу ошибаться. Из того, что сегодня у нас прозвучало, я вижу, что есть наблюдение, которое будет проводить «Говори правду» самостоятельно, есть наблюдение, Черичи не готов будет подключиться с кем-то работать, но это пока еще не состоялось, поэтому это еще под вопросом. Цепкало, как я понимаю, не будет подключаться, и я подозреваю, хотя у нас нет такого ответа от Бабарыка, что он тоже не будет подключаться. Ну, то есть это еще не состоялось. Из тех, кто зарегистрирован, из тех, кто может быть зарегистрирован, может получиться так, что никто не подключится к компании права выбора, и тогда эта компания будет проходить в необычных для себя условиях. Спасибо, Павлюк. Действительно, это может быть интересно. Вот уже несколько раз во время дискуссии экспертно-аналитических клубов всплывает эта тема наблюдения, и мы вроде бы и сегодня про нее много поговорили, но действительно, да, как правильно сейчас прозвучало, пока это все-таки более диоретические рассуждения, потому что пока у нас нет ни зарегистрированных кандидатов, ни конкретных планов. Думаю, возможно, на одной из будущих дискуссий экспертно-аналитических клубов в ближнейшем кандидатах выборов мы, возможно, еще подробнее остановимся на вопросе наблюдения, в том числе, когда и взаимодействие и право выбора с кандидатами можно будет уже обсудить более предметно. Есть у нас еще какие-то вопросы или, возможно, поднятые руки? У меня есть реплика. Да, да, слушай. Я считаю тоже, согласен с Сергеем, что явка, безусловно, будет. Выборы, конечно, интересные. Наверное, впервые в белорусских выборах участвуют такие тяжеловесы, и они тут же показали, что, к сожалению, если наша оппозиция будет развиваться так, как она развивается, она окажется как бы там же, где и сейчас, после выборов, ну, то есть на выборах без Лукашенко. То есть мы не, в фаворитах мы не увидим лидеров политических партий, общественных объединений. Они будут в очередной раз просто не готовы. Вот, на мой взгляд, эта компания такой сигнал, который, не знаю, как он будет воспринят, но должен по-хорошему подстегнуть. Плюс заинтересованность. А мы видим, что люди стоят в очередях в стремлении подписать за своего кандидата, и в то же время есть понимание, что они пойдут дальше. Они пойдут голосовать за своего кандидата. Вот, поэтому явка, конечно, 50 плюс будет, безусловно. То есть, ну, тут даже не обсуждается. Ожидание, что как-то коронавирус, на это повлияет эпидемия. Но только если у нас введут карантин, тогда, как бы, ну, и то выездное голосование закрывает все эти вопросы. Поэтому, ожидать того, что из-за эпидемии как-то повлияет, я не стал бы. Явка будет, выборы будут. Потом по праву выбора. Я не вижу проблемы для права выбора, если нету своего кандидата. То есть, нету взаимодействия. Потому что кандидат не выдвигает наблюдателей. Да, 30 доверенных лиц, но 30 удостоверений это ничего. То есть, ну, в принципе, фактически в компании, где планируется тысяча наблюдений, наблюдателей, тысяча участков, есть возможность политического, то есть, ну, наблюдать ничего не имеет. Технологический. И кандидат тут абсолютно не нужен. Спасибо. Спасибо, Илья. Что ж, я думаю, да, мы сейчас будем вытаскивать хотя бы детали. Действительно, возможно, наблюдение нам стоит еще обсудить, как я уже и говорил, отдельной темой. Вернуться к этой теме, наверное, будет интересно после регистрации кандидата. Да, совершенно верно. Когда будет, как я и сказал, когда мы можем более предметно об этом говорить. И тогда, наверное, перед завершением я только хотел вспомнить одну байку. Вот Илья говорил про такой коммунистинной участке, председатель запретил фотографироваться с опускаемым бюллетенем в урну. Я вспоминаю, как в 2015 году я голосовал в посольство Белоруссии в Праге, где председатель комиссии с большим удовольствием лично фотографировал меня, опускающего бюллетень. Понятно, что в посольство всегда совсем другая атмосфера. Там нет обычного наблюдения, они не переживают ни за что, сидят своим уютным дипломатическим коллективом. В общем, хочется верить, что такие практики открытой работы комиссии из Праги перекочуют и в Беларусь. Поэтому, наверное, я хотел бы еще раз сказать спасибо всем нашим гостям, которые во время кампании, во время сбора подписей нашли время присоединиться, несмотря на пакеты и на все остальное, участвуют в нашей дискуссии. Спасибо тем, кто слушал, смотрел и участвовал в чате, задавал вопросы. И также, да, ждите, я так думаю, через некоторое время у нас будет доступно видео, по крайней мере, про чат Махаус Рулл сегодня никто не вспоминал, поэтому будет полная версия всего, о чем мы говорили. и еще через некоторое время будет и текстовая версия, это мы все опубликуем в нашем соцсетях, а я напоминаю, что сегодня у нас с организаторами экспертно-аналитетического клуба, как всегда, были Белорусский медицинский стратегических исследований, которые представляю я, и также наше мнение, и пресс-клуб Беларусь, который представляет Антон сегодня. Да, спасибо всем за участие.